491 свиноматку и 32 хряка производителя завезли на племенную ферму Росагра. До конца декабря из Дании в Приморье доставят еще 3700 животных. Одновременно строятся товарные свинофермы. Их заселят поросятами, которых выведут на племенном комплексе. В августе 2019 года начнется строительство самого крупного объекта – предприятия по мясопереработке. На сегодняшний день Приморский край обеспечивает себя свининой лишь на 30%. Холдинг Росагра заявляет, что способен полностью насытить местный рынок. И есть надежда, что цена на свинину в крае будет падать. Последние три года, кроме последнего месяца, это просто такой эксцесс, в принципе цена на свинину в европейской части упала. И она падает каждый квартал. И не случайно в прошлом году, например, свежая свинина был самый быстрорастущий товар в российских сетях. Потому что упала цена, выросло потребление, упала цена, опять выросло потребление. Это такой цикл, который выгоден, конкурентоспособным предприятиям и нам в том числе. Предприятия прощупывают почву для сбыта. Уже есть определенные договоренности с такими торговыми сетями, как Самбери и Рэми. Мы свою родницу производить не планируем и не планировали. Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом. И у нас достаточно много чем заниматься, чтобы еще и входить в такой конкурентный сектор. Поэтому мы будем с удовольствием поставлять нашу продукцию всем желающим. В Приморском крае, Хабаровском крае. Завод располагается в 40 километрах от Уссрийской и строится с использованием самых современных инженерных технологий и продвинутой системой аспирации. Глава Русагра пообещал, неприятного запаха от фермы в ближайших населенных пунктах не будет. На что нам сегодня надо обратить внимание с вводом комплексов этих. Это, конечно, строительство жилья. Почему жилья? Потому что на сегодняшний день все окружение вокруг этих комплексов, что есть, там еще работают садики, школы. Но, к сожалению, средний возраст уже сельского хозяйства работающих подошел под 50 лет. И, конечно, через 5 лет, если не будет притока молодых сил, это будет серьезная проблема рабочим. Отметим, что в 2021 году на свиноводческих предприятиях будет работать более 2000 сотрудников. Русагра намерена обеспечивать социальную инфраструктуру для работников в зависимости от их запросов. При этом планируется направить сотрудников, которые будут работать на свинокомплексах, на стажировку в Тамбов. В Приморье специалистов нужной квалификации найти не удалось. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.